Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня 24 мая, посмотрим в начале календарик. Итак, что нам сулит календарик экономических новостей? Завтра в ООП по Европе в 11 часов дня. Пожалуй, особых новостей больше завтра нет. Так, в среду нам решение Резервная банка о Новой Зеландии по процентной ставке в 7 утра, надо будет пересмотреться. Пресс-конференция в 8, ну это уже, скажем так, не так важно после процентной ставки. Изменение запасов сырой нефти, возможно, как-то на нефть или на доллар повлияет. Вот, можно посмотреть тоже в четверг. Решение Банка Кореи по процентной ставке, это утречком будет. Затем ВВП квартальная по доллару по Америке, да в принципе особо такая неделя в пятницу. Квартальная ВВП в 11.45 по евро в Европе. Ну вот баланс бюджета по канадскому доллару, 20 часов вечера, это все по Екатеринбургу. В принципе, неделя, скорее всего, будет спокойная, так что технический анализ будет, я думаю, показывать очень хорошо. Хорошо, перейдем к терминалу. Биткоин, как известно, очень сильно откорректировался, просел до 38 тысяч долларов. В пике был ниже 29. Ну давайте посмотрим, что мы видим. Я не буду говорить о том, с чем это связано, это, как правило, делают аналитики, которые любят рассуждать о том, что к чему привело. Нам важно посмотреть, какие максимум и минимумы формирует цена, да, и что мы из этого можем выиграть. Так, ну вот посмотрим, у нас сильный тренд вниз. И формируется сейчас консолидация в виде треугольника. Соответственно, мы видим здесь хороший уровень поддержки. Здесь мы видим уровень сопротивления. Но цена, цена хорошо его пролетает. Значит, когда она пройдет и вернется к нему, можно будет рассчитывать на покупки от зеркальной линии. Вот в этой зоне. Так, может быть, еще вот здесь поискать зеркальную линию. Вот был предыдущий максимум у нас. Ну, тут не сильная коррекция-то была там, совсем коротенькая. Так, было, но совсем маленько. Да. Вот. Теперь будем присматриваться к новым уровням. Вот, дальше посмотрим эфир. Понятно, что все криптовалюты вслед за биткоин опросили. Эфир показывает консолидацию немножко не треугольного характера. Так, что у нас здесь? У нас был здесь тоже. Была зона поддержки. От нее уже мы отбились. Уже отбились. Зеркальная линия хорошо отработалась. Теперь. Теперь, теперь, теперь ждем. Не знаю, будет ли двойное зеркаливание вот здесь. Это уже маловероятно. Пока подождем новых каких-то формаций. Здесь чего-то такого убедительного пока не видно. Посмотрим обычные валюты. Так, что касается евро, у нас, значит, евро находится в такой волатильной консолидации, да. Вот. Какая ступенька. Вот она, кстати, себя хорошо отработала здесь. В этих зонах зеркальных. Надеюсь, вы успели поторговать. Теперь у нас есть зона сопротивления. Обратим внимание на продажи вот здесь вот. Ну, пожалуй, наверное, все пока. И ждем пробития этой линии. Если пробьем, будет еще одна. Здесь зеркальная линия. Будет сигнал на покупку. Вот здесь уже. Так, давайте глянем в фунт для разнообразия. Ну, что мы видим? Мы видим здесь зона поддержки сформировалась. Так, ну-ка, на 4 что-то. Похоже на евро, но с такими немножко другими формациями. Поэтому пока я здесь вижу только вот эту поддержку. Но прежде чем покупать здесь, да, цена должна отойти хотя бы там, ну, процентов на 50 еще, да, то есть вот от этого движения, что маловато. Вот это один из подводных камней, когда цена начинает сразу идти. Вот. Цена начинает идти сразу вниз. Начинающие любят здесь покупать от линии поддержки. И цена пробивает, и все говорят, что вот линии поддержки не работают. На самом деле работают. Это просто должно соблюдаться определенное временное значение. Я все на курсах об этом рассказывал. Вот. Много разных нюансов есть, которые, конечно, сразу не расскажешь. Вот. Но которые надо учитывать. Вот. Если их учитывать, тогда, в принципе, все становится понятно. Вот. Пока что даю сигнал на покупку от зеркальной зоны, но даю рекомендацию, что цена должна отойти еще. То есть на процентов 50, процентов движения вот этой волны. Тогда этот сигнал сработает. Так, посмотрим золото. По золоту тоже. Консолидация у нас. В принципе, можем поработать в рамках этого треугольника. Пока что. Думаю, этого будет достаточно. Если будем выходить за рамки этого треугольника, что, скорее всего, скоро уже произойдет, то будем отрабатывать зеркальные линии. Здесь поддержка, здесь сопротивление. Пока такой прогноз. Так, по нефти у нас... По нефти хорошая такая коррекция. Я бы, кстати говоря, рассмотрел ее в формате Fibonacci. Вот, давайте глянем. Тут у нас сначала волна будет. Вот и конец волны. Смотрите, какая красивая ситуация. Все, если дойдем сюда, я думаю, здесь можно рассматривать продажи. Хорошая волна. Хотя, это ослабляет то, что цена прошла 50-й уровень и уже откорректировалась. Это, конечно, ослабляет 61,8. Но потенциал есть. Всем успешной торговой недели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите рекомендации, что вы хотели, еще что-то я рассмотрел. Всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.